Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начнем с главных тем. До начала сезона отдыха в детских и оздоровительных организациях остается всего полтора месяца. В Барнауле проходит семинар-совещание на календаре лета. Сотрудники госавтоинспекции Барнаула провели рейд, чтобы выявить нарушения, а также предупредить ДТП с участием любителей ездить на электросамокатах. Волейболистам университета не удалось досрочно выйти в суперфинал мужской высшей лиги А. Для этого команде Ивана Воронкова нужно было выигрывать заключительный матч группового турнира. До начала сезона отдыха в детских и оздоровительных организациях остается всего полтора месяца. До проверки их готовности еще меньше. В Барнауле проходит семинар-совещание на календаре лета. Его цель – помочь руководителям загородных лагерей организовать отдых для детей безопасно и интересно. Половина путевочного фонда уже забронирована. Заявочная кампания на летний отдых в детских лагерях началась с 1 апреля и уже бьет рекорды. Так продано больше 5000 путевок. В аналогичный период прошлого года было в пять раз меньше. Перед лагерями стоит важная задача – оправдать доверие родителей. В помощь специалистам семинар-совещание на календаре лета. Он проходит в Барнауле. Здесь мы можем встретиться со всеми проверяющими органами, узнать какие-то актуальные ответы на интересующие нас вопросы. Это достаточно специфическая деятельность, очень быстро меняющаяся. И именно эти встречи дают нам возможность быть актуальным, оставаться актуальными. Региональный Минобарнауки и Краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения Алтай проводят семинар ежегодно. В этом году собрали 130 участников. Это руководители загородных оздоровительных организаций, старшие воспитатели и вожатые, представители органов управления образования в муниципалитетах. На семинар приглашают специалистов профильных ведомств, которые участвуют в проверке готовности лагерей. Представители надзорных органов рассказывают о нововведениях в нормативно-правовые акты и отвечают на вопросы. Выполнение этих требований позволяет качественно, безопасно организовать отдых, снизить риски, которые могут возникнуть в ходе летней оздоровительной кампании. Что это за риски? Это групповая вспышечная инфекционная заболеваемость, это профилактика клещевого вирусного энцефалита, это профилактика пищевых отравлений, это профилактика текущих нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организации отдыха и оздоровления детей. В этом году организаторы ввели новый формат. Помимо традиционных совещаний, работу по группам на восьми тематических площадках. Там и санитарные требования, и психология, и медицина, и взаимодействие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По каждой теме участники разрабатывают с экспертами чек-лист подготовки к летнему отдыху. Они составят каждый у себя этот чек-лист, на следующий день они будут презентовать этот чек-лист на всю аудиторию, потом мы составляем один большой документ и его уже выпускаем в работу. Но он будет на основе нормативно-правовых актов, которые нам представляют надзорники, потому что у каждого свое требование, их очень много, это тоже будет включено в чек-лист. До начала сезона отдыха в детских лагерях остается всего полтора месяца. До приемки еще меньше, но чек-лист, считают организаторы семинара, поможет лагерям подготовиться на все стол. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Скоростная чума. Боль водителей. Как только не называют самокатчиков в социальных сетях. Сотрудники госавтоинспекции Барнаула провели рейд, чтобы пресечь нарушения, а также предупредить ДТП с их участием. Только с 10 апреля этого года в краевой столице зарегистрировали 10 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В них пострадали 8 человек. Трое из них несовершеннолетние. По данным на утро 18 апреля сотрудники госавтоинспекции выявили 205 нарушений ПДД с этим видом транспорта. Госавтоинспекция города Барнаула была направлена инициатива в администрацию города и в Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула. Мы предложили рассмотреть ряд вопросов об ограничении скоростного режима до 15 км в час с имеющихся сейчас 25 возможных. То есть у них будет больше времени для того, чтобы среагировать на опасность. Заблаговременно остановиться, увидеть ее. Соответственно, снижая скоростной режим, мы, во-первых, снижаем травматизм. При меньшей скорости у нас граждане получают травмы более легкие. И, соответственно, у них есть время для того, чтобы среагировать и вообще избежать дорожно-транспортного происшествия. Также мы предложили ограничить движение средств индивидуальной мобильности на некоторых улицах города Барнаула, аллеях города Барнаула. С установкой дорожных знаков 3.35 движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Мы пообщались с представителем одной из фирм, которая занимается прокатом самокатов. Вот как он отреагировал на эту инициативу. Пришли к некоторым общим знаменателям. Были у нас разногласия, но ведется плотная работа по предложениям. На данный момент выделили несколько путей, самых быстрых и достаточно надежных. Это вот нанесение парковочных мест в положенных зонах и действительно ограждение и блокировка тех пользователей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Подробнее о том, что еще может измениться в жизни самокатчиков, смотрите в программе «Дороги 22» 23 апреля для зрителей старше 12 лет. Дороги 22 апреля для зрителей старше 12 лет. Андрей Курыжин отметил, для завершения и сдачи объекта необходимо выполнить ряд работ. Нам необходимо уложить плитку на трамвайных межпутьях. Нам необходимо доделать определенный объем тротуаров для пешеходов. Провести благоустроительные работы, укрепить откосы мостов. Где-то это будет высажен газон, где-то будет сделана плитка. Также необходимо покрасить элементы моста, обустроить систему водоотведения и выполнить общее благоустройство территории. Также в ближайшее время проведут комиссионное обследование, которое позволит выявить дефекты, произошедшие в зимний период. Работы по укладке плитки будут проводиться в ночное время. Да, будем в ночь где-то ограничивать движение, но дневного трафика и неудобств это для жителей города не создаст. Демонтировать разворотное трамвайное кольцо в районе торгового центра «Пионер» специалисты гор-электротранса начнут после 9 мая. Добавлю, полностью завершить работу и сдать объект подрядчик должен до конца июня этого года. 32 учащихся 13-й Словгородской школы с 3 по 11 класс приняли участие в заключительном этапе международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке». Помимо многочисленных наград, для ребят была организована культурно-развлекательная программа «Экскурсия по столице нашей Родины». Так что эмоций хватит на весь год. Перечисли три своих самых больших эмоций, которые ты выразил, когда приехал домой. Счастье, радость и немного грусть. Почему грусть? Ну, не хотелось домой возвращаться, а все-таки в Москва же. Педагоги также приехали с наградами. Они приняли участие в конференции руководителей школьных команд и были удостоены звания «Заслуженный педагог-наставник», присуждаемая Международной ассоциацией ученых, педагогов и специалистов Академии естествознания. Волейболистам университета не удалось досрочно выйти в суперфинал мужской высшей лиги А. Для этого команде Ивана Воронкова нужно было выиграть заключительный матч группового турнира. Студенты уступили подмосковному ЦСКА. Игра продлилась всего три партии, которые забрали армейца. Сейчас университет находится на второй строчке турнирной таблицы. Опередить барнаульцев может только Ярославич, который в ближайшие выходные дома сыграет с Пермской Камой. Напомню, две лучшие команды турнира разыграют звание чемпиона. Коллектив, занявший первое место, выходит в Суперлигу. Второе место также получит возможность попасть в главный чемпионат страны. Для этого нужно выиграть трехматчевую серию против команды с 15-го места Суперлиги. Первенство Алтайского края по футболу среди юношей 2007 года рождения завершилось в Барнауле. Для игроков этот сезон выпускной. Кто-то постарается выйти на профессиональный уровень, другие же закончат спортивную карьеру. Какая команда получила звание сильнейшей в крае, расскажет Вадим Слюсарев. Этот сезон для футболистов 2007 года рождения выпускной. Дальше только профессиональный спорт. Первенство Алтайского края в этом возрасте для некоторых игроков – последняя возможность получить звание сильнейшей команды региона. В турнире приняли участие семь команд. Из них только Бийская спортшкола номер два не из краевой столицы. При этом футболистам из Наукограда все же удалось завоевать бронзовые медали. На районы уже много лет не хотят ехать сюда играть с ведущими нашими клубами. Пытаемся их как-то заманивать, подключаем партнеров, какие-то призы. Но никто не едет практически. Может еще спортивная школа Рубцовска присоединиться, Олейск может приехать. Ну вот, пожалуй, и все из тех, кто у нас с периферии. Ожидаемо в финале болельщики увидели Барнаульское дерби. Футболисты Академии «Динамо» против воспитанников школы Алексея Смертина. Их матчи всегда носят принципиальный характер, поэтому обе команды строго играли в обороне и сразу пресекали атаки соперников. За восемь минут до окончания основного времени у «Динамовцев» появилась возможность наконец-то размочить счет на табло. После нарушения игрока «Алтая» судья указал на 11-метровую отметку. Основное время закончилось двумя нолями на табло. Имена обладателей золотых медалей определяла серия пенальти. 11-метровые удары принято считать лотереей, но зачастую в такие моменты решает психология. В этот раз нервы крепче оказались у игроков «Алтая». Когда они были на грани поражения, им хватило мастерства и, конечно же, удачи, чтобы забрать победу. Вот я из «Динамо» пришел, вот для меня это было, так сказать, ну, приятно, типа, стащить пенальти. Я тем более за восьмой год, я еще за восьмой год играл. Я и там стащил очень хороших мячей, много хороших мячей. И, получается, принес «Алтаю» в восьмом и седьмом году две победы. Совсем скоро у «Динамовцев» будет возможность взять реванш. 28 апреля команды вновь встретятся на поле, но уже в матче юношеской футбольной лиги, главного чемпионата страны в их возрасте. Вадим Слюсарев, Алина Троинина, Анатолий Фукс. Новости. К этому часу пока все.